В цивилизованном обществе нужно как-то более цивилизованно и гуманно относиться именно к нашим меньшим друзьям, что природа нам, как говорится, преподнесла и создала для нас. Ларису Стрелец, как и многих собравшихся в сквере Высоцкого, беспокоит судьба братьев наших меньших. Недавние события в Хабаровске, где девушки издевались над беззащитными животными, шокировали всю страну. В Самаре, как и еще в 70 городах России, прошли пикеты в поддержку ужесточения закона о жестоком обращении с животными. Мы, организаторы, являемся такими же людьми, кто просто не смог остаться равнодушным. И появилось желание хоть как-то поучаствовать в этом, внести свою лепту. Самара эта тема волнует, это радует, потому что это подтверждает, что все-таки у нас, мы любим животных, и мы готовы для них что-то делать. Своеобразную эстафетную палочку о старте пикеты города передавали друг другу. Самара эстафету получила из Серпухова, а передала в Иваново. Привет, Иваново! Это Самара! Животные наши друзья! Мы пройдем в жестокости и передаем следам вам! В интернете петиция против живодеров уже набрала несколько тысяч голосов. В сквере Высоцкого тоже был организован сбор подписей. Это очень действие, на самом деле, сбор на бумажных носителей подписей неравнодушных граждан, потому что за каждую подпись стоит реальный человек, который выражает свое мнение, свою гражданскую позицию. На данный момент самарская петиция набрала уже 500 подписей, и сбор еще продолжается. Затем все документы будут переданы президенту России Владимиру Путину. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События.